Муз-бизнес представляет каждую неделю эксклюзивные интервью с интересными музыкантами. Музыкальный онлайн-журнал Муз-бизнес. Поддержите наш проект и прямо сейчас оформите подписку на наш канал и паблик ВКонтакте. Всем привет, друзья! Меня зовут Армен, это снова Муз-бизнес и у нас снова в гостях Алексей Разумов, человек, которого мы уже три года ждем. Привет, Леха! Привет, Армен! Леха изменился. Всем привет, рад, что смотрите. Расскажи вообще, как ты поживаешь? Я все время у миди-клавиатуры, у синтезаторов. Ну, работа, что поделать. Да много всего на самом деле разного. Для кино, музыка, академическая музыка, джаз даже есть в том числе. Лех, на самом деле я тебя очень-очень рад здесь видеть. Мы не успели буквально 10 минут мы с тобой пообщались, сейчас мы наобщаемся с тобой. Да, ребят, всем привет, те, кто смотрит сейчас нас в прямом эфире. И вот Леша сказал, что тема у нас сегодня актуальная, я ее разберу, покажу, но тем не менее будет ждать он ваших вопросов. Ну, желательно, да, желательно вот по похожей теме, аккорды, гармонии, какие-то вот такие наводящие вопросы, чтобы мы не отходили особо от темы. Все, Лех, тогда передаю тебе слово, расскажи, не знаю, может быть, какие-то тонкости. Не-не-не, последние достижения за время, которое мы тебя не видели, да, может быть, не знаю, что-то новое пришло тебе в голову, какие-то новые знания, новый вид, там, не знаю, создания, аранжировки и так далее. Ну, на самом деле, из того, что мне реально нравится, что сейчас происходит в моей работе, это, во-первых, ну, можно так сказать, из 10-8 треков я делаю на английском языке, слава богу, потому что, ну, очень мне не нравится, как звучит русский язык в песнях, к сожалению. Второй момент, все эти вокалисты, они носители языка, к счастью. Не знаю, те, кто пробовали, там, на русском и на других языках, на английском, в частности, писать треки, на английском как-то, ну, то ли сам язык немножечко плавнее, все это более мелодично звучит. И второй момент, связанный с тем, что, наверное, слишком быстро, да, произошло то, что раньше называлось EDM-ом, клубной музыкой, сейчас, в принципе, вот, поп-музыка вся. То есть, очень быстро люди переметнулись на этот стиль, и, учитывая, что мне самому электронная музыка нравится, это не может не радовать, что сейчас тоже, вот, почти все 100% заказов, это электронная поп-музыка. Даже если она поп-музыка, все равно она электронная, там, будь это трэп или что-то там, мум-батон какой-нибудь, что-то в этом роде, все электронное. Меньше шансона, лучше, в общем, как-то так. Поэтому, это вот еще один момент, который я отметил, там, в той работе, которая есть. Что еще? Да все, наверное. Ну, то есть, вот, работа стала ближе по душе мне, из-за того, что она такая более электронная. В то же время, это сейчас слушают люди, это актуально, это нравится людям. То есть, нет такого, что ты сделал работу и сказали, ой, это слишком клубно, это для клубов. Да нет, как бы, сейчас можно написать minimal tech house с текстом и получатся грибы. Вот, ну, как-то так. Вот, Лех, а тогда мы с тобой начнем. У нас сегодня называется тема неоднозначно, там, даже человек написал, что это вот какое-то тупое название и так далее. Не важно, как это называется, да, самое главное, что вы смысл поняли, да, о чем мы сегодня будем говорить. Некоторые не поняли. Да, вот, надеюсь, вот, после сегодняшнего стрима поймут все, что мы хотели сегодня передать. Тема называется коммерческие аккорды, да, с Алексеем Разовым. Разовым. Вот, и самое, давай, знаешь, как сделаем сегодняшний вебинар? Поговорим именно о таких самых-самых популярных гармониях, да, которые ты успел понаблюдать, так сказать, за время своей практики. Я вот хотел бы несколько слов на этот счет рассказать. Во-первых, если вы проанализируете треки, вот треки, в которых вокалистка супер или вокалист прям очень крутые, сами аккорды и вообще вот эта составляющая аккордовая, они практически не имеют такого огромного значения, потому что вы можете, да, две ноточки долбить, но если в этот момент поет Бейонсе, все будет вот так вот. Но если вокалист не очень, и, ну, вам приходится по работе, да, с этим сталкиваться или просто у вас какая-то совместная история, то там это имеет значение. Поэтому, ну, на мой взгляд, аккорды и вообще в целом вот это оформление, это напрямую зависит от вокалиста. Вот, вот советую сходить из этого, когда вы думаете, насколько серьезный должен быть там подклад этот аккордовый. Потому что референс с референсом, да, ну, как обычно, можно там послушать какой-то фирменный трек. Но, например, мои коллеги, вот с кем мы общаемся, говорят, слушай, я вот слушал минусовку там фирменного трека какого-то, я посмотрел, она пустая вообще. Я говорю, ну, что ты хочешь, это Ариана Гранда, как бы, она умеет петь. Вот, с другой стороны, какие-то треки есть, где там просто все завалено просто фишками, потому что это не Ариана Гранда. Вот поэтому, ну, еще раз, смотрите на аккапеллу, если вы с ней там работаете, и аккорды насколько требуется загружать. Вот, а так мы, я думаю, уже можем перейти сейчас к экрану. Вот такой вопрос, Лех, вот у меня часто бывают проблемы с, наверное, с ритмикой, да, грубо говоря, ну, не то, что с ритмикой, а вот именно с сеткой. Покажи на примере, как должен, не знаю, насколько часто должен меняться аккорд, допустим, да, когда у тебя есть там четыре там аккорда, к примеру, да, вот, ну, не знаю, как правильно назвать, да, ну, вроде правильно, я там с терминологией особо, может, не дружу, вот, и как часто они должны, грубо говоря, друг друга заменять, чтобы это интересно звучало? Ну, вообще, принцип всегда один, и касается он не только аккордов. Должна всегда меняться в треке, ну, какие-то параметры должны меняться обязательно. Если у вас, ну, например, возьмем вокальную линию, да, если у вас в вокальной линии мелодия идет слишком часто, ну, допустим, в куплете, вот будем считать, что вот это вот у нас куплет. Вот, куплет, куплет. Если у нас в вокале вот здесь вот какая-то быстрая мелодия там, ну, что-то я натыкаю, то в припеве она обязательно должна быть какая-то мелодия более спокойная для того, чтобы сменить вот эту фактуру. Ну, то есть, если вы фирменные треки проанализируете, так и есть. Тут быстро, например, речитатив какой-нибудь, здесь медленно. Бывает наоборот, как бы два варианта всего. Здесь там медленно, значит, дальше быстро будет какая-то конструкция. Также по аккордам. Допустим, у нас, ты спросил, как часто менять аккорды. Да-да, это очень интересная для меня тема, блин, вообще. Ну, нет, конечно, я сейчас не все случаи перечислил. Бывает, что и одинаково там, тут быстро и тут быстро. Например, там последний трек, этот Чарли Пут, Attention, называется трек. У него вообще он один и тот же аккорд, ну, одни и те же последовательности аккордов повторял весь трек. Лех, вот смотри, я тебе предлагаю, знаешь, как сделать, чтобы так было нагляднее, и мне, и ребятам. А вот можешь на вебинар накидать сначала там, грубо говоря, несколько аккордов каких-то, там, не знаю, пэдов, лидов. Ну, да, давай лучше все-таки на примере лидов, например, или плаков. Вот, какие-то интересные сами по себе по звучанию. И потом уже разберем, как бы ты их видоизменил, да, там, ну, представим под какую-то аранжировку. Может быть, просто включая импровизацию какую-то. Ну, опять же говорю, зависит от вокала, очень сильно, очень сильно. То есть, ну, мы сейчас не можем использовать, к сожалению, аккапеллы. А, слушай, а давай, знаешь, как, давай мы их заменим, вот ты, может, создашь аккорды и еще отдельную мелодию. И уже под эту мелодию, к примеру, может быть, что-то будем менять, как ты думаешь, или как? Не понял до конца, мелодию и вокал не придумать? Не-не-не, мелодию, нет, я тебе не предлагаю. Лидирующую мелодию, которая, грубо говоря, заменит наш вокал, ну, по сути, то же самое, инструментом каким-то. Может быть, может быть, гитара, там, не знаю, если есть. Так, что-то слышу. Ну, давайте я сам накручу, я же умею. Ну, пусть будет так. Да, Леш, и если можешь, потом скажи, что за это, как там, тональность получается. Это до диас минор, но я могу вам в более удобный сыграть. Вот, если Шерона посмотреть, в принципе, да, вот я сейчас сыграю эту мелодию. Блин, быстрая скорость-то, а? 90 поставим. А дальше что было? Вот так вот. Секунду. Вот. В чем фишка в данном случае вот этой штуки? Это не просто аккорды. Это не просто аккорды. В данном случае это крючок, который сразу же, во-первых, цепляет и запоминается. Как только вы вот это вот слышите, вот эту вот замечательную... Опс. Небольшой урок по барабанам в мумбатоне. Берем, значит... Все, урок по барабанам закончен. Так. Вот, ну, я их занизил, конечно, тут сейчас добавлю. Так, это вот так вот. А, я барабаны неправильно ускорил. Все, осталось только спеть. Вот. Как я думаю, как эту мелодию делали? Давайте попробуем ее воссоздать, как думал аранжировщик. Да, вот это очень интересно. Потому что все играют, знаешь, а вот интересно вот откуда вот эта вот идея сама пришла. Да, вначале мы пишем что-то простое. Вот. Смотрите. В чем фишка? Вот. Вот эта нота. Ну, если я на ля минор перемещу, чтобы теорию чуть-чуть рассказать. Вот эти две ноты ля и ля, это одно и то же. Ну, октава. А вот эта вот нота ми, это квинта, которая, в принципе, аккорд не характеризует. У нас аккорд характеризует средняя нота. То есть, если я вот так поставлю, то это минор. Поставлю вот так. Мажор. Но если я ее уберу, то у нас как бы аккорд не характеризуется. То есть, вот он непонятно. Вот так минор, так мажор. Вот. Соответственно, здесь использовалась вот такая вот вещь, что аккорд не характеризуется вообще. Ну, мне кажется, как он писал. Дальше делаем простую последовательность. Все. То есть, она просто тупо копировалась. Потом, мне кажется, чуваку стало скучно, и он решил пробовать менять ноты некоторые. Смотрите, меняем вот здесь одну ноту всего лишь. Дальше он думает, блин, что-то слишком далеко вот сюда уходит. Попробуем оставить на той же ноте. И вообще мелодию повторить. Вот это слишком низко. Давайте поднимем. Еще поднимем. Повторим вообще мелодию. Опять. Попробуем оставить на той же ноте. На той же ноте. Леша даже не готовился. Ну, а что? Вот. Вот, короче, видите, средний голос должен оставаться примерно там же, где и был. Вот он. В пределах полтона его вот здесь шевелим. Ну, еще раз повторим вот эту же историю. То есть, если посмотреть, вот эти три такта одинаковые. Что, собственно, вдалбливается в мозг. То есть, человек слушает вот эту вот одну повторяющуюся конструкцию. Дальше. Попробуем выше уйти. Мы же как бы здесь наверх уходим по басу. Ты-ты-ты-ты. Оно вот наверх пошло. Значит, ну и мелодию попробуем наверх увести. Сделаем вот так вот. Одну и ту же ноту. А он вот здесь вот так вот сделал. Ты-ты-ты. Я уже петь. Вот и все. То есть, в чем идея? В том, чтобы написать что-то простое, а потом начать это как-то усложнять. Вот. Еще мог быть второй вариант. Он мог по-другому сыграть. Лех, пока ты не начал это делать, вот быстренький вопрос. Почему айтемы отображаются после записи, а не во время записи? Потому что у меня скрипт, который называется Retrospective Recording. Я, например, вот нажал. И думаю, блин, как я классно сыграл. Надо вернусь, блин, что я играл. Я нажал, у меня вернулось. А не нравится, я и не нажал бы. Я бы еще раз поиграл. Ой, фигню сыграл. Еще раз сыграю. Почему я этим скриптом пользуюсь? Могу аналоги назвать. Это в Cubasey называется Retrospective Recording, а в Logic это называется Capture S Recording. Фишка для тех, кто играет в том, что ты никогда не думаешь, что идет запись. Знаете, бывает, ты нажимаешь запись, и начинаешь волноваться. Я не волнуюсь никогда, потому что я играю до тех пор, пока не понравится, и когда понравится, я уже восстанавливаю. Вот. Как мне кажется, еще второй был вариант возможен. Мы же до этого аккорд был вот такой. Вот такие аккорды я сделал. Он мог вот таким еще аккордом сыграть. Вернее, или написать мышкой, мы не знаем. Но вот покажу второй способ. Что, собственно, то же самое. Вот такие ноты были. Вот здесь уже минор. В смысле мажор. Вот. То же самое. Вот она простая тоже сделана вещь. Вот, может быть, так делал. Так тоже более вероятно. Ну, как вы видите, элементарно. А дальше поменял ноты. Леха оформляет. Право на эту мелодию. Запишем хит. Как видите, меньше действий произвел. Так, вот здесь средний голос. Вот, наверное, так. Вот здесь, не знаю. Может, здесь. Я не помню, наверное, здесь. Вот здесь вниз, по-моему, он шел. Очень все просто. Вот. В этом, кстати, состоит тоже основа, как можно усложнять мелодию. То есть, некоторые так не делают. Некоторые, например, как вариант еще возможный. Да, вот пишется мелодия. Сейчас, секунду. Вот. Вот аккорды у нас простые. Вот. И сверху уже можно, допустим, вот эту же самую мелодию чем-то другим прописать. Это тоже один из возможных вариантов. Но это тоже к аккордам относится. Сейчас покажу, как это делается. Ну, какой-то другой звук может быть. Дальше фишка вот в чем заключается. Ну, это как вариант лейеринга еще, к тому же. Копируем всю нашу вот эту партию на другой звучок уже. Если просто вот по-обычному, да, включить. Ну, просто лейеринг, ничего интересного. Но можно эти ноты видоизменить. Например, первое, что я бы попробовал сделать, это я убрал бы бас вообще. Ну, бас это нижние вот эти ноты. Потом попробовал бы, допустим, вот эту ноту. Ну, или вот эти нижние две. Перенести наверх. Потом попробовал бы поискать что-то другое, новое. Кстати, это у тебя сейчас один звук играет или... Новый. Сейчас мы увидим старый слой. Вот внизу он там болтается. И вот я новые ноты подписал. И можно их опять же видоизменять. Мы новую мелодию сейчас написали. Немного плагиата. Уже другая мелодия, не как у тех. То есть она, в принципе, та же похожа, но все законно. Вот, это способ лейерить. Но в данном случае слишком мало вариантов, потому что аккордики простенькие. Были бы они там побольше голосов, можно было веселее. Либо вместо этого можно какую-то одну ноту написать. А слушается, как будто это все в составе аккордов. Хотя это всего лишь... Вот дополнительная мелодия. Вот так вот можно немножко улучшать. Одинаковость. То есть фишка в том, что вот эти вот аккорды сейчас одинаковые слишком. Потом можно еще коснуться вопроса синтеза. Если делать, например, голосов штуки 4. Вот они в моно. По-разному все время тон меняется. Это можно вот услышать. Ну, чуть-чуть. Это тоже дает некое движение. Если меньше голосов сделать, может быть, еще лучше будет слышно. Чуть-чуть они меняются. Или наоборот больше. Вот, еще я люблю, например, вносить некую такую штуку. Добавляю velocity, силу нажатия на вот этот параметр VT. Он тут вообще кардинально меняет. Но у нас, к сожалению, все здесь прописано вот так вот. Одинаково. Внесем некое разнообразие. Тайминг не будем менять. А вот velocity пусть у нас поменяется немножечко. Ну, вот, казалось бы, одинаковые аккорды. Вот, по вот этой точке видно, как наша позиция скачет. И из-за того, что таблички разные, разный тембр получается. Живости дает. Ой-ой-ой. Леша, у меня сразу возник тогда вопрос. Смотри, у нас вот получились уже, в принципе, интересные аккорды, да, рисунок свой. Вот, допустим, если считать дальше. Если дальше мы хотим добавить какой-то пэт, да, и мы не хотим из этого превратить в транс. Как вот, вот, вот хороший вопрос. Как не превратить, грубо говоря, EDM трек какой-то в транс, да, чтобы не загрузить слушателя? Чтобы они подыгрывали одновременно, да, вот этим аккордом, но в то же время не грузили. Вот, может быть, есть какие-то правила? Может быть, две ноты нужно менять там, или одну ноту оставлять? Вот, есть какие-то ответы на такие вопросы? Ну, во-первых, пэты начинают надоедать, когда они реально тянутся непрерывной такой фактурой, долго тянутся, и вот они реально начинают надоедать. В современной музыке, мне кажется, основная фишка в том, что, во-первых, пэты в последнюю очередь ставят, чисто чтобы ощущать. Ну, давайте допишем сюда бас, чтобы совсем уже интересно было. Пару голосов. Ну-ка, в моно послушаем. Вот, тут просто вообще берем аккорды наши замечательные, и, в принципе, в аккордах у нас бас уже присутствует. Убираем ненужное. Все, ништяк. Я велосище одинаково. Ну, к сожалению, я тембр уже немножечко укокошил, поэтому я чуть верну. Ну-ка. Он магия, какая сама меняется форму волны. Вот, конечно, нужен какой-то вокал, но можно попробовать сейчас аккопелку из сэмплов. 136, аж на. Ничего себе, это нам не подойдет. Давайте что-нибудь поближе. Блин. Ну, 121. 121. 136, аж на. Сейчас. Это до мажор. Не спрашивайте, как я узнал. Вот. Ну, могу показать. Вот ноты, которые я сейчас услышал. Давайте откроем мелодайн. Дядечка вот этот в очках его написал. Хорошая вещь. Вот ноты, которые мы сейчас слышим. Соль, соль, ля, соль, ми, фа, соль, ми. То есть все белые клавиши, это либо ля минор, либо до мажор. Замечательно. Нету других. Вот. Долго это объяснять не получится. Это слишком долго. А мало все равно толку как бы... Я могу одно только сказать. Ноты, которые вот сейчас мы увидели, они входят в тональность до мажор, либо ля минор. Это одно и то же. Вот. А у нас тональность здесь... До диез минор. Так, это у нас 121. Так, 121. Закрепляем. Обратно сколько у нас было? 95. Ну, 100 сделаем. Так. До диез. До диез. Ну, можно оттранспонируем чуть-чуть до си. Ну, хоть на си. А девушку оттранспонируем на си. Все, я подогнал. Так, наверное, надо вот так поставить. Ну, так просто правильнее с вокалом. Хм-хм. Смотрите, подходит. Ну, аккорды левые чуть-чуть, по идее, как бы с нуля сейчас вообще надо бы под нее делать. Хотите, с нуля забьем, чтобы интереснее вебинарчик был. Сейчас я подумаю. Секунду. Если это припев, ну, корус на вокале написано, надо какие-нибудь попсовые аккорды. Сейчас найдем что-нибудь. Я мышкой сегодня работаю. Так, если здесь этот аккорд. Слушай, без мелодии, знаешь, что напомнило? Ace of Base. Есть, есть, есть. Есть. Ну, так, наверное, лучше. Ну-ка. А если так? Пусть будет так. Возьмем какой-нибудь... Сейчас бочечку прихвачу. Так, драм-хитс. Нормально. Пардон. Можно ее понизить. И софтбейс, говоришь? Да, похоже так, не знаю, по звучанию, бас так вот. Дальше по тому же принципу, как мы делали до этого. Смотрите, бас написан. Можно от баса исходить. Некоторые делают наоборот. Но мне нравится, например, вот так. Сейчас смотрите. Перебрасываем бас на какой-нибудь серум. Вот. И теперь... Вот. И теперь делаем аккорды. Бас потом можно убрать. Ты имеешь в виду басовую ноту, да? Да, можно басовую ноту убрать. Либо можно просто, ну, перебросить как-то вот так. Гораздо проще вот так вот сделать. И проверить. Все равно низко. Еще. Пардон. Ну, мы ноты еще не сделали. Средние. Все, быстренько сделали. Нормально. Дальше, чтобы не было скучно, можно делать вот такие вещи. Коммерческие, конечно же. Я просто фа диез перебросил на октаву. Чтобы слушалось интересно. То есть получается, партия уже как будто бы длиннее, если на нее посмотреть. Смотрите. Блин, а прикольно. Вот, оно уже интереснее. Вот, теперь можно эти же аккорды, ну, по крайней мере, на них смотреть. На них смотреть, чтобы писать мелодию. Что-то в пределах трех нот, блин, рядышком. Как ты еще звук удачно подобрал, да? Да. Вы видели, что не парились. Вообще. Вот, я пытаюсь прийти в конце к той же ноте, чтобы или близко где-то к ней, чтобы с нее потом начать. Попробуем что-то простое. То есть самое главное, не выдумывать там что-то сверхъестественное. Вот, чтобы было интереснее, то же самое. Мы сейчас у этой партии... Так. Я бы в конце, вот сейчас чувствую, что я бы аккорд поменял. Вот, начнем с баса. Вот, в конце квадрата. А почему, да, вот, Лех, давай вот идею... Давайте, давайте по ощущениям. То есть, в первую очередь, по ощущениям. Смотрите. А теперь поменяем. Вот, последний аккорд. Вот здесь. И в наших аккордах. Тут поменяли, тут поменяли. Теперь послушаем, если последний аккорд будет меняться. Это дает некую такую... завершенность большого квадрата вот этого. Что он не одинаковый, как бы закопированный. Смотрите. Например. То есть, это вот как такой простой пример, как можно было бы поменять последний аккорд. Или в другую сторону. Так. Например, вот такой. То же самое, в принципе, по настроению. Вот так. А если бы одинаково было, может быть, не так интересно было. Но, опять же, в данном случае мне так показалось, потому что вокалистка, ну, такая, ничего особого не делает. Можно было бы не менять аккорд здесь, но тогда надо было бы с вокалом какую-нибудь фишку. Опять же, мы не до конца еще ощущаем, да, если здесь был бы какой-то фил прикольный под этот кусочек, небольшой, ну, или в конце здесь. То есть, можно эту фишку оставить на потом, на конец. Здесь ее не делать. Но это надо проверять. Так вот, пэды. Барабанную дробь, да, сделать в конце? Да, какая-то фишка. Вообще, в некоторые моменты, например, можно вообще обрубить. Сейчас попробуем. Вот здесь, бум, обрубили. Зависит от того, как будет стыковаться дальше наш кусочек. Ну, то есть, куплет там какой-то. То есть, если оценивать все это просто кусочечно, как сейчас оно играет, мы не знаем, что будет дальше. Но такие варианты я люблю, например. Ну, вот смотрите. И пошел куплет, например. Почему нет? То есть, не доигрывая здесь. То есть, вот фишковый аккорд, который меняется здесь, мы оставили. Так вот, вернемся к пэдам. Давайте послушаем, как пэды могут звучать. Да, опять же, но чтобы не превратить в транс. Не превратить в транс. Очень, в принципе, просто, наверное. Я думаю, хотите другой синт какой-то? Ну, бесплатные же ни у кого не стоят. Все пользуются дорогими сервами. Я покупаю. Да. Вот. Попробуем, значит, такой вариант. Первое. Можно попробовать, ну, заранее, да, иметь какую-то схему. Попробовать гулкий, не гулкий, а вот такой незаметный фоновый пэд. Какой-то внутри, да. Его рецепт простой. Ну, сколько-то пил, сколько угодно. Четыре там, или можно восемь, неважно. Ну, допустим, возьмем четыре. Вот ручкой дитюн можно его как-то сделать более трансовым, если хотите. Попробуем его закрыть и послушать, как под фильтром это звучит. Причем, кстати, важная кнопка Key Track. Это чтобы у нас все ноты смотрите, внизу нажал вот фильтр здесь. Нажал наверху, фильтр автоматически открылся. Чтобы все ноты одинаково по тембру звучали. Вот пробуем получить одну ноту. Ну, можно и аккорд. Если его вот так вот закроем, он не будет создавать проблемы яркой. Будет фон вносить. Дальше. Вот я говорил, покрутить дитюн, поймать момент, который вам нравится. И следующее, как можно его еще немножечко скрасить, это добавить, например, хорус. Я пробую добавлять на всю и крутить дилей, рейд, а потом уже подмешать его в нужной пропорции. Ну, допустим, вот так пусть будет. Давайте сыграем пэды. Я забыл аккорды. С аккордами то же самое. Смотрите, можно поступить просто. Можно перенести аккорды. Никаких особо тут моментов нет. Просто подклеиваем их. Подклеиваем, подклеиваем, подклеиваем. А вот этот вокал можно будет исказить в Deep House в таком форматном варианте? Да можно, почему нет? Почему нет? Как-то прям под трансов? Олдскольно как-то звучит. Если можно потом. Deep House. Можно было. Ну, пусть так будет. У меня уже пэды, что ли, заиграли. Да. Я почувствовал. Вот. Я их подклеил. Теперь я их квантану. Вы видите, я долго мышкой... Я же их не играл, как обычно. Я сейчас их подклеил мышкой. Квантанем по длине. Все нормально. Вот. В данном случае это не совсем пэд, потому что... Давайте я его открою. Это почти как синт. У него никакой ни атаки, ни релиза. Так вот, незаметные пэды, они обычно не имеют особо долгой атаки. Пускай сразу играет. И небольшой релиз. Теперь мы можем подсчитать, насколько яркий он нам нужен. вот. Вот. Дальше его можно... Опять же, если я сейчас на него забабахаю сайдчейн... Ну, там дальше он не должен играть. Помимо этого, он может давать какую-то грязь внизу. Лучше ее вот так осторожно срезать. Можно поискать частоты, которые из себя там выделяют. И немножечко их тоже подубрать. Мидсайд эквализация. Всякие возможные варианты. пэды по отношению к вокалу тоже надо слушать. Смотрите, не обязательно вкупе все слушать, Ну вот, включаем вокал, например, плаки. И подмешиваем поэт. Без него. А он и не должен быть прямо на первом месте. Ну, и еще из моих таких частых вещей, которые я делаю, берем амнисферу нашу любимую. Вот. И листаем пэды до тех пор, пока он не будет подходить к стилю. Может все, что угодно подходить. Не только амнисфера, кстати. Вот смотрите, например, Korg, всеми забытый. WaveStation. Вообще, мне кажется, им никто не пользуется. Так ведь? Смотрите. Он очень дешевенько так звучит, по идее. Но вот это очень даже может зайти, я уверен. Ну, естественно, поднимем на октаву. То есть фоново оно будет нормально, да? Конечно. Только на нем какие-то верхухи, вон, они нам не нужны. Можем это дело спилить. Ну, кстати, да, довольно... Нормальный пэд и в тему. Очень прикольный пэд. Их можно облагораживать как угодно. Я могу взять еще. Ну, как фишка можем вот как поступить. То есть, пэды, они же немножечко замазывают, да, вообще, трек. Но можно применять всякое. Например, сейчас покажу. Ну, вот, tropical прям. Вот, берем какую-нибудь штукень, который можно его разбабахать, чтобы он давал А, давайте возьмем вообще sidechain. Чтоб ритмику давал. То есть, это был пэд, вроде как, мы вроде о пэдах говорим, но ничего страшного. Давайте сделаем вот так. И побыстрее. Будет ритм давать, может быть, медленнее. может быть, ритмику. Так, это быстро. Ну, вот так вот, например. Вот. И подмешаем. Ну, что-то делает, то есть, это экспериментальная вся история. Можно в Armverb, нравится мне этот прибор, и просто полистать. Вот это немножко трансовости дает, но можно ее убрать. вот так мне нравится, не знаю, в стерео вообще кайф. Очень много вопросов, давай. Потому что ты скоро уйдешь. Я углубился, углубился, извините. Но про коммерческие аккорды, блин, вы знаете, как бы громко не называлось, но в современной музыке, как правило, аккорды очень даже простые. Вот. Возьмите дуа липа и так далее. Чем круче певец, тем у него проще аккорды. Миди посмотрите, там вообще. Давайте к вопросам. Да, так, вот такой вопрос. Можно ли сказать, что в современных IDM-треках используются в основном септ-аккорды? По-всякому. Смотри, сейчас попробую, на чем может быть. Постарайся довольно кратко, потому что там вопросов много, понял, что мы многим успели ответить. Какой-то трек хотел я вспомнить. Просто есть фишки, которые я, понимаю для себя, но объяснить не могу. Но попробую. Есть такая фишка в американских треках, в любых в рояльных треках американских. Когда верхний голос держат вообще до последнего, он играет при любой смене аккордов. Давайте я попробую что-нибудь поимпровизировать. Просто рандомно. Например, я там где-то промахнулся, неважно. Обратите внимание, верхняя нота у меня долбит вообще постоянно. Постоянно. То есть они пытаются оставлять ее, а если я сейчас рояльчик какой-нибудь запущу, там это гораздо лучше слышно, чем на плаке я на этом играю. Давайте я рояль запущу. то есть это особенность каких-то тем, не знаю, то есть каждая страна по-разному влияет на аккордовые последовательности, какие-то аккордовые штуки, и так как сейчас есть интернет, и вообще люди слушают все подряд, все вот эти стили смешиваются. Вот видно ноты, которые я жму. вот и есть треки, в которых как бы эта тактика применяется. По поводу сложности аккордов. Вот сейчас известный трек вам заиграю и покажу, как он тоже создавался наверняка. Вот на простых аккордах вот здесь кто-то мог слышать. Я слишком просто сейчас сыграл специально. Вот это бас, вот это бас внизу. Это просепт аккорды все еще. Вот внизу бас, выше это повторяет его, и простой обычный аккорд. Простой обычный аккорд. Простите. обычный в смысле классический вот ля минор, фа мажор и ре минор. И все. То есть это обычные классические стандартные прям вот самые стандартные аккорды. Теперь меняем немножко. Так. Вот это убираем. сейчас покажу как. Вот я думаю вот так вот человек перенес. Уже не туда. Значит вот этот на октаву поднимем. Просто на октаву. Так. Тут не попал. Бывает. тут просто лишнюю ноту добавили. Настолько примитивно. ну вот смотрите. Вот элементарно. Помимо этого здесь еще одну ноту добавили. Вот эту вот. вот этой не было. А хотя была. Была. Вот. Потом этот квадрат скопировали и чуть-чуть поменяли еще. Вот это интересно. Так. здесь вот. Просто ниже на октаву. перенесли. Наверное вот так. Ну там наверное ниже вот здесь она была. Это я не помню уже. И все. То есть вот таким макаром человек писал простые аккорды. Получилось сейчас. Вот такой вот. Это хаус трек известный. То есть писали все на элементарных аккордах потом из него сделали. Так вот. Вот этот вот аккорд вот этот это знаете это даже не это не семерка это девятка уже. вот это вот ступень это девятка. Поэтому обычная математика передвижения мышки может вам дать какие-то более сложные аккорды чем чем вот такой. Вот поэтому в данном случае вот простой трек который элементарно писался мышкой имеет в своем диапазоне аккорды которые девятками называются. Это уже посложнее как бы. Хотя ничего сложного в принципе. но серьезные аккорды стоит поискать потому что можно нередко что-то прям вот такое найти. Вот не везде это ну да то есть как бы сейчас на самом деле мне скидывали недавно электронные треки которые прям забиты вот такими джазовыми прикольными аккордами. ну не все смогут такое делать это слишком надо прям и джаз понимать и электронику понимать и может быть просто иметь вкус какой-то может быть целыми днями слушать джаз чтобы понимать. Но вообще если как бы ответить на этот вопрос в основном простые аккорды реально простые аккорды и манипуляция с октавами выше ниже там ноту добавить что-то такое. А какие тональности чаще всего используются на твоей практике ты может замечал 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 знаете вот я могу одно сказать если забить например на ютубе Макс Мартин продюсер там все хиты вот они плюс-минус полтона скачут песни плюс-минус одна другая третья вот но одно могу сказать там точных тональностей сейчас не скажу но могу сказать одно что в электронной музыке более-менее нормально в плане баса да звучат тональности там от фа до ля тоника ну понятно что вы другие ноты тоже играете там выше ниже и так далее но тоника если она от фа до ля ну или чуть выше может быть это еще нормально но когда тональность например до то у вас бас либо слишком низкий либо слишком высокий получается а покажи вот на примере кстати это очень важный момент мне кажется давайте сентрайдера вот это в семиноре но она неплохо звучит потому что си поиграл и потом пошел вниз и она как бы на си долго не держится но в теории да вот ниже на тончик она звучала бы прикольнее в клубе в клубе кстати прикольно тоже вот пэды немножко кстати лабают вот бейс музыка сейнт райдер чем занимается там у них по-моему вообще они в драм любят фаде соль да так вот он уточняет автор вопроса девятка это когда девятая ступень добавляется да какая ступень ну то есть есть там например шестерка аккорд вот вот она шестая ступень добавил шестерка звучит прикольно смотри вопрос про параллельные тональности я хотел спросить есть ли строгие правила на каких ступенях при построении аккордов можно заменить аккорд из основной тональности аккордом из параллельной не знаю ты понял вопрос или не понял есть ли строгие правила на каких ступенях при построении аккордов Можно заменить аккорд из основной тональности Аккордом из параллельной Ну вот, допустим, вот аккорд Вот ля минор Вот, я могу, конечно, заменить его Например, вот таким вот А в джазе Вот таким еще, к тому же, блин И вообще любым Вот, так что нет Рамки очень широкие Очень широкие Но зависит от вокальной линии сильно То есть то, что там вокалист поет Внутри этого аккорда Если у тебя аккорд не соответствует Вокальной линии, то пипец, не сможешь Плохо будет звучать Ну, как минимум Можно девятку нажать Или семерку Ну, короче, можно Параллельный мажор нажать Это как раз семерка получится Слишком много вопросов, слишком мало, Лехи Да, к сожалению Так, смотри, вот интересный вопрос Кстати, мы уже, похоже, отвечали По-моему, на По-моему, как разнообразить аранжировку Мы с тобой вебинар, помнишь, делали А если весь трек, например, на двух аккордах Как его разнообразить? Может быть, если сможешь, покажи Какие-то, может быть, приемы Ребята, ну, есть треки на двух аккордах Вот, хотя бы даже, знаете, включите Доктора Албана Вот, если здесь будет петь Бейонсе Все будет супер Вот я вас уверяю Вот реально Дело в этом В первую очередь И, как бы, понимаете Вот интересный трек Он чем интересный? Тем, что есть изменения Какие? Первые, что он там Он может спокойно начаться С этих двух аккордов А потом в припеве Там подпевки, бэки Все остальное Но я, кстати говоря Не вижу ограничений Делать треки на двух аккордах Если это у вас не минимал техно Там одним можно обойтись В смысле, вообще не аккорды Вот, поэтому первые, как бы, аккорды Это ведь вспомогательный инструмент Почему вы себя ограничили двумя? Почему должно быть два? Вот, может быть, надо четыре Поэтому тут аккорды, они строятся поверх чего-то Если вокала нет и не будет И там будет всего два аккорда Скорее всего, это даже при любых фокусах Которые мы тут обсуждаем Будет скучно Потому что, ну, наверняка Можно забабахать какую-нибудь часть б Какой-нибудь бридж Красивый Туда воткнуть что-то с аккордами И потом обратно вернуться в скучные два аккорда Вот, это единственное, что я бы там посоветовал Как из двух аккордов выйти Но, я говорю, без вокала Без вокала нет вокала Ну, добавить третий аккорд, как бы Так, смотри А, знаете, знаете, фокус всеобщий Такой российский, СНГшный Сделать на последнем припеве модуляцию Плюс два И все Типа, как бы, уже интересно Ну, это другая тема Да, Лёх, Лёх, пошли Очень много вопросов Привет, Музбизнес Сейчас сто процентов затрону больную тему Как развить гармонию То есть, я наиграл гармонию Из четырех-восьми аккордов А дальше развить тупо не получается Что делать в таком случае? Заранее спасибо Ну, если эти четыре аккорда характеризуют у тебя Самый пик песни Там дроп или это припев Или все что угодно То очень просто Упрощай до этого То есть, куплет у тебя может быть Буквально Ну, вот самое простое Да, вот Будем считать, что это припев Да, это же припев Фактически И мне очень надо сделать куплет Ладно, размножим Вернее, просто сделаем короче Вернее, ну, вы видите, да Я растянул в два раза У меня те же аккорды Но только они реже меняются Все, куплет готов Но это шутка Что настолько вот всегда так надо делать Но это работает, смотрите Давайте добавим Добавим сейчас сюда, если вокал Так, дальше дослушаем То есть, как мы вначале говорили Это сейчас очень грубо Но фишка в том, что аккорды реально должны реже меняться Если дальше они быстрее меняются Самими аккордами можно здесь мутить То есть, я сейчас слишком грубо сделал Ну, давайте представим, что У нас есть варианты какие-то Давайте попробуем Просто их перемешать Никаких вообще с этим проблем нет Вот так вот поставлю А оно все равно будет попадать Да, в гормон Ну, я сейчас совсем 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 грубо сделал Но мы можем Во! Ну, нормально Смотрите Сейчас попробуем Хотя бы местами их Если мы поменяем Уже будет нормально Уверяю Но это не означает Что так надо всегда делать То есть, как бы Я обычно вообще думаю Слушаю у себя в голове Что у меня играет И ищу вариантики Так, момент Допустим, здесь был бы какой-нибудь Супер-супер синт Блин, конечно, мы закапываемся немножко Но ничего Ну, допустим Не важно Что, он не играет Куда я его, ну, короче Потерял Допустим Вот так Вот сейчас я аккорды Немножко поменял Ну, давайте Заслушаем Кстати Опять же Я повторюсь Что Без контекста Вообще Ну, не будет оно Сейчас давать Такой полный Полного понимания Потому что я сейчас Поставлю вокал И передумаю И передумаю Сделаю по-другому Захочу Блин, а его и нет У них нету Верса О, нормально Так Это ми минор, по-моему А у нас тональность Для минор Так Сейчас Секунду Фа Фа Соль 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 Сля Ну, это левый Как бы Вокал Ну, они левый Конечно, сейчас Немножко Не склеиваются Но Суть в том Что Конечно, под вокал Надо аккорды делать И То, что они реже Здесь меняются Помните, мы вначале Говорили Это нормально Что Здесь, если быстро Меняются аккорды То В куплетах Они могут меняться Медленно Либо так же Ну, такое тоже бывает Иногда То есть, как вот Shape of You Мы там смотрели Вот Но Сейчас не получится Просто быстро Я надеялся Что вокал будет Нормальный Там даже просят Армен Нормози Леху Потому что вопросов много Лех, смотри Очень много Очень много просили Там вначале По поводу Мало половин Бузовый Понял Типа Это, кстати И, кстати Мне в личку писали Тоже Чтобы Леха Попробовал Разобрал Может быть Посмотришь На его примере Может быть Тоже Какие-то вопросы Мало половин На самом деле Кстати Аранжировка Очень крутая Я даже Его сам Слушаю Эта трека И его написал Кстати Рома бестселлер Рома крутой Да Вот Мы с ним Все-таки Общались Но все-таки Да Тавтология Но так и не получилось Пока его позвать Потому что он Очень загружен Проектами Надеемся Когда там Может быть Позовем Ну вот аккорды Как обычно Все очень просто Вот Реально Все настолько Да Можешь Грубо говоря Быренько Вот именно Мелодию Вот эту тоже Повторить Вот чтобы примерно Ну мелодия там Какая Вокальная Не-не-не Мне нравится Мелодия Именно самой музыки Вокалы Исключаем Полностью Ну сейчас Вот аккорды Это куплет Все Аккорды Подряд Быстро Вот практически Та схема Про которую Мы говорили Вот так вот А О Так Кстати Какая это Сональность Получается Си минор Бемоль Си бемол Менор По-моему Я правильно Сыграл Могу ошибаться Да и все Ну то есть Вот Куплет Леша А какая там Мелодия Мне вот Кстати Эта мелодия Очень нравится У него там Какая-то Поверхностная Мелодия Как бы И наставил Такую Ужас Что-то Ну В припеве Именно Что-то там Дополнительное Может быть Надо Так Слишком Ровно Но И фишка Знаешь Еще В чем Ну Допустим Я сейчас Поставлю Скорость 128 Если Вы Вот так Сделаете Будет Скучно У него В первую Очередь Здесь Квантизация Со Свингом Квантизация Со Свингом Так С шестнадцатыми Вот Со Свингом Процентов Так Сорок Может быть На самом деле Грамотная Аранжировка У Ромы Естественно Он Тоже Много лет Так Не попал Где-то Так Секунду Что-то Я там Откусил Лишнего Сейчас Минуточку Так Доквантовался Криво Просто Квантан Вот Дальше Сейчас Я просто Перенесу Барабан И мы Услышим Что Все Нормально Ну Ну Все И бас Сюда Запилить Все Какие самые Распространенные Ступени На которых Строятся Коммерческие Аккорды Ну Как обычно Тоника Субдоминанта И доминанта Первая Четвертая Пятая Но вообще Честно говоря Знаете Что я бы рекомендовал В первую очередь Да Если вы У вас Задача Сделать Хит Прям Хит 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 Лезете На Этот Билборд Топ 100 Слушаете Фирменные Треки Которые Сейчас Актуальны Либо Которые Были Супер Хитами Там Год Два Десять Лет Назад Вот И Вероятно Если вы Повторите Аккорды Не Как они Стоят А просто Последовательность Там Ля Мифа Соль Вот Как сейчас Это было Вот Уже Будет Хит По-любому Поэтому Какой Коммерческий Трек Они же Разные То есть Например Ну В каких-то Треках Используются Одни Аккорды В каких-то Другие Но Я вот Могу Армен Могу Я сейчас Одно Видео Показать Или Хотя бы Сказать В общем Видео Называется 50 Аккордов За одну Минуту Вернее 50 песен За одну Минуту На одних Аккордах Там На одних И тех же Аккордах Квинтовый Круг Это называется Реально Блин Все песни Ракешник Там Все подряд Вот Аккорды эти Звучат Вот так Вот Ну все До Соль Ля Фа До Мажор Соль Мажор Ля Минор Фа Мажор Миллионы Хитов Просто На этих Аккордах Сделаны Там Начиная От Одних Треков Заканчивая Другими По стилю Вообще Совсем Используйте Вот Это вообще Рабочий Вариант Для припева Попсовой Песни Давай Вот На остаток Времени Там Грубо говоря Полчаса Сорок Минут Знаешь Что Сделаем На примере Какого-нибудь Просто Набросок Какого-то Дипхауса Если получится Конечно Можешь Кстати Взять Вот Допустим Помнишь Я скидывал Адам Ламберт Гоус Да Ну не знаю Мне просто Этот трек Нравится Он как бы Немножечко Может быть Устарел Но Мне почему-то Кажется Что там Как раз Слышны Вот эти Басы Прям Ярый Такой Дипхаус Как только Он зарождался Блин Офигенный Трек Я его Затем Подружу Он просто Стандарт Прям Да Вот Сразу же Кто на гитаре Играет На акустике Хотя бы На уровне АМДМ Меня поймут АМДМщики Вот Здесь На самых простых Аккордах Сыграно Как будто Реально Вот такой АМДМщик Из подъезда Зашел И записал Аккорды Стандартные Гитарные Аккорды Вот сейчас Самые Стандартные То есть Тот Кто на гитаре Неделю Учится Умеет Играть Вот такие Аккорды Ну вы сейчас Не слышите Да Еще один Момент Они любят Еще в мажоре Вот Делать вещи Данная вещь В миноре Ну первый аккорд Мажорный Сейчас мы За 3 секунды Закончим Ламберта Пусть будет Ударов Так 110 Все Это есть Сейчас я вспомню Как мотив Я не запомню Ритмику Но в принципе Примерно Можем Не бендер Можем Бендер И то И другое Можем Фазовая Модуляция 12 Можно еще Одно Можно еще Просто тут Настолько Да Явно Такой Дипхаус Стандартный Бас Я помню Он даже Как появился Как только Дипхаус Более Такой Актуальный Шведы делали А это Это трек Да Да Как обычно На самом деле Там все вместе Вообще Напоминает Сейчас Одну секунду Блин Ритмику Не запомню Ну что-то такое Типа такого Я как бы Ноты в ноль Сейчас не снимаю Потому что Просто не запоминаю Ну и из всех фишек Здесь Жесткая Квантизация Со свингом Так Сейчас без квантайза Посмотрю Я забыл Леша Ты говорил В какой она Тональности До мажор Ля минор То есть Это вот Ну простейшие Вещи Для гитаристов Вот И свинг Сильный На басе Так Покороче Сделаем Ну и какой-то Кик Сумасшедший Ну и Как бы Типа Все Ну дальше Ну как бы Ну там чуть-чуть не так Но в целом Скорость побыстрее Ударов Ударов А вот кстати Вопрос По данному Свисту Кстати в этом треке В оригинале Свист живой Или это плагин Какой-то Это живой Ну в принципе Вариантов сейчас много Надо просто Ну Я бы насвистел Там Че там свистеть-то В принципе Ну давайте Насвистим Леха Не свисти Денег не будет Будут Нормально Так Ну-ка О Нормально Блин Такого еще не было Эпик О Секунду Нота не берется Высокая Сэмблируйте Не получилось Низкое Ну и пофиг Блин Слышно Все нормально Ну криво Там нормально А они так Свистели Вот тут Например Да Минуточка редакции Не надо думать Что там Что-то сверхсложное Сейчас Нормально Смотреть Как я Выровнял Быстро Ну вы видели Я же один тейк сделал Я не старался Ну блин Но кстати говоря Смотрите Можно и Поюзать Как бы Такие вещи Как Как там Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща Swing Инструменты Лид Инструменты Так Как называется У нас По-английски Свист Уистел Вот он А Слушай Ну так Может быть Это я Но Блин Нет Нет Это точно Живой А То есть Ты думаешь Там живой Да Смотрите Если совместить Мой И чужой Нормально Ну и все Ремикс Пак Так Лех Пока у нас Буквально Минут 15 20 Стоится Прям Давай Супер Быстро Сделаем Такую Маленькую Заготовочку В твоем Стиле Как ты Всегда Делаешь И Смотри Вот Там Мы Просто Сейчас Соединим Сразу Много Вопросов Грубо говоря Вот Писали Как Написать Мелодию На Аккорды И так Далее Вот Смотри Я По-другому Задам Вопрос Чтобы Осветить Все Темы Сразу Представим Что ты Сейчас С нуля Пишешь Какой-то Трек К примеру У нас Тема Связана С аккордами И давай Накидаешь Какие-то Аккорды Для будущего Дипхауса И уже Под аккорды Ты подберешь Грубо говоря Мелодию Какие-то Басы И так далее И давай Определимся В какой мы Тональности Будем В ля минор Ну первое Что я обычно Делаю Это референс Потому что Дипхаус Разный Да Бывает Ну В принципе Ну может То что у тебя В голове Крутится Может быть Я так С нуля Никогда Не делаю Если честно Потому что Ну Блин Надо Как сказать Надо либо Стиль Очень вообще Мощно знать Либо Ну я же не пишу Дипхаус Там по Скажем Не знаю По 20 часов В сутки Я обычно Беру Ну допустим Какая-нибудь Дуалипа Например Просто открываем Какой-нибудь Трек Именно Дипхаус Кого Вот можно Вспомнить Ну да Да Просто как Это попсовая Девочка Ну или там Синпол Какой-нибудь Без разницы Включаем Вы удивитесь По тем же Принципам Что мы говорили В начале Аккорда Медленнее Вот Можно начать С припева Можно начать С куплета Вот я уже Сейчас послушал Я уже Чем-то зарядился Вот Ля минор У них Ля минор И это Как бы Ну у всех Такая штука Ну тоже Да Самая популярная Это коммерческая Это сейчас Не Дипхаус Немножечко будет Это сейчас Будет опять Мумбатон Какой-то Вот Ну давай Что получится Да В принципе На что прет Так сказать Как раз таки написали Пусть Леха Ну Сам что-нибудь Продумает Ну Обычная штука Вот Будем считать Что здесь Кто-то поет В идеале Конечно Лучше нам взять Вокал какой-то Которого у нас Блин Нету Потому что Ну С нуля Писать Как вы себе Представляете Ну Ладно На самом деле Можно Можно отправить Заготовку вокалистке И представить Что здесь Сейчас в данный момент Поет Какая-то Вокалистка Ну Требуется На самом деле Реально Сидеть Представлять Что кто-то поет Да Какие-то аккорды Вот Будем считать Что это у нас Какой-то Куплет Да Кстати Лех Пока ты дальше Не пошел Вот Давай останемся Пока на этих аккордах Да Так как у нас все-таки Тема аккордовая Как можно их разнообразить Что можно здесь исправить Уже Вот представь Что у нас Понимаю Понимаю Вот попробуем Вот этот аккорд Семеркой сделать Для этого Там Ми Соль Си Ре Должна быть Нота Вот здесь Но Было бы прикольно Вот это убрать Ноту То есть Тот же аккорд Только бас Остается Например Опять Сделаем Семерку Вот эти аккорды Семерки Естественно Теорию Объяснить За 3 секунды Не получится Но фишка В том Что Вот это Верхние ноты Это фактически Как голосоведение Слышится Вот как Что-то Вот наверху Как будто Это мелодия Вот Как Кто Какая-то Мелодия Была Все Вспомнил Элла Ари Элла Ари Такая Есть Девочка Вот На тех же Аккордах Удивительно Хотя Я сейчас Послушал Другую Вещь И что-то Другое Сейчас Делал Вроде Не прислушивался Ну Сотни Есть Песен На этих Аккордах Ну Допустим Мы бах Ноту Добавим Будем Считать Что мы Будем Использовать Электропиано Это нормально То есть В попсовых Вещах Есть Электропиано Можно Можно его Как-то Чуть-чуть Закрыть Чтобы Оно Так Сильно Не звенело Ну Зайдем В Эдит Ну Суберем Чу Уберем Еще Вот Вот Тут Колокольчатость Можно Убрать Ребята Поэтому Поэтому Я За идею Хватаюсь Быстро Чтобы Долго Не думать Вот Что это у нас Нормально Ну Пусть Будет Так Вот У меня Сейчас В голове Какой-то Припев Играет Вот Пусть Будет Такая Мелодия Сейчас Попробуем Наиграть Ну Пусть Будет Так Пока То есть Я Еще Сто Раз Могу В Нее Залезть И Что-то Там Перекрутить Вот Причем Если Это у Нас Припев Может Быть И Бридж Пока Не знаю Пока Не знаю Пока Попробуем Вот Это Вот Это Настроить Попробуем Какой-то Другой Звук Вот Как раз Да Там Ты можешь Затронуть Тему Как Написать Мелодию Под аккорды Грубо говоря Когда У нас Уже Есть На На Чем Ты Грубо говоря Основываешься На Это Делаешь Вот Сейчас Что-то Типа Совместного Эд Шэрон Вплетаем То есть Помните Как Там Мелодия Менялась Да Да И ритмика И Смена Мелодии Чуть-чуть Вот Сейчас Попробуем Сейчас Момент Ну допустим Уже я Слышу Что я хотел бы Наверное Поменять Но это Надо слушать Так Вот так Наверное Тут Квантизация Сильная Будем Без Свинга Работать Ну или Со Слабеньким Свингом Нормально Вот Сам звук Можно Сделать Другой Например Возьмем Какой-нибудь Silent Или Поищем Какой-нибудь Уникальный Звук Который Будет Характеризовать Трек То есть Не обязательно Совсем Стандартно Делать Мы не знаем Что может Подойти Но Может подойти Что-нибудь То Что Вы Даже Не Ожидаете То Есть Вся Фишка В том Что Попробовать Мы Попробуем Допустим В разделе Белсов Вот Например Нормально Вот Сразу Представьте Что Здесь Поет Шикарная Вокалистка Если Об этом Думать То Нормально Все Сразу Становится У кого Как С представлением И фантазиями Вот Этот момент Я сейчас Подвину Допустим Надо будет Как-то Здесь Выходить На припев Сейчас Слишком Одинаково Да Пока Но Я вас Уверяю Я говорю Сейчас Акапеллу Если Подложить Было Бы Просто Классно Попробую Попробую Сейчас Припев Заполнить Так Квантовано Вообще Нормально Вообще Из Дипхауса Можно Брать Какие-то Вещи Спокойно Несмотря На То Что Мы Сейчас Что-то Другое Делаем Мне Мне Кажется Мягкая Какая-то Бочка Было Бы Прикольно Не Факт Но Пусть Побудет Можно Опять Же Смешать Без Проблем Щелчка Хочется Понял Без Проблем Будет Пробуем Поменять Фазу Вот Это Вообще Крутая Штука Меняем Фазу Не Совсем Значит Они В Такой В Средней Противофазе Находятся Сейчас Попробуем Вот Басовую Чуть-чуть Сдвинуть Вот Делаем Что Было Плохо И Возобновляем Фазу О Более Незастая Стала Ну Как видим В фазе Сейчас Лучше Но Это Не Этот Урок Сейчас Не Важно Чуть-чуть Хотя бы Сделаем А то Не Успеем Так Попробуем Заполнить Заполнить Тут Еще В заполнении Есть Такие Фишки Сейчас Мы Их Посмотрим Это Обычно Такой Эксперимент Потому что Я не знаю Заранее Что Получится Такой Вы Знаете Дело Случая Ну Попробуем Так 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 Или Менс Вот Берем Любую Какую-нибудь Фигню Вообще Просто Флейта Какая-то Отличная Вообще Вот Пробуем Флейту Например Пусть Будет Так Это Элемент Он В принципе Вносит Такую Некую Современность Сейчас Очень Много Делают Таких Вот Историй Кусочки Флейт Всяких Там Каких-то Пусть Будет Так Пусть Будет Еще Какая-то Насчет Первый Неуверен Но Пусть Тогда Не будет Такой Энигма Стайл Чуть Чуть Секунду Чуть-чуть Ничего страшного Можно добавить Также Вокалы Любые Вообще Любые Прям Берем Нормально Можно На октаву Поднимать Вот так Это любят Сейчас Можно Можно Но Сейчас Сильно Не заморачиваемся С ними А то Не успеем Остального Так Теперь Какие-то Барабаны Из раздела Ну в данном Случае Ну что угодно Тропикал Кстати Может быть И Все подряд Так Драма Лупы Так Туда Зашел Ну Кстати Вот эти Вот любят Вещи Че-то Мы Намешали Стилей Ну Ладно Тут Интересуется Сколько У тебя Жесткий Ой У меня Два По Четыре Терабайта И Еще Есть Несколько Так Что Да Но Я просто Не люблю Когда Я ограничиваюсь Там В сэмплах А мне Надо Все Подряд Ну По Работе То есть У меня Там И джазовая Бывает Такое Секое Луп Какой-нибудь Возьмем Слишком Вот Вот Вокал Блин Да Без него Конечно Такое Такие Проблемы Сюда Сюда Возможно Да Возможно Зашла бы Гитара Очень Даже Нормально Мне Вот Сейчас Так Вдруг В голову Влетело Что Гитара Здесь Могла Быть Как Гитару Делать Ну Вариантов Много Начиная От Контактовских Всяких Историй Ну Допустим Попробуем Найти Какую-нибудь Попсовенькую Это фигня Это фигня Ну Допустим Вот это Вот Может быть Ре Минор Первый Аккорд Значит Лезем Сюда И Замедляем Замедляем Только Алгоритм Надо Не забывать Дальше Фа Мажор Блин Ну Да 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 Это нормально Потом Ля Минор За что Мне нравится С тобой Эфиры Лев Разбираем Одну Тему А ты В итоге Успеваешь Ответить На Множество Других Вопросов А тут В параллели В параллели Они идут И соль Мажор Я быстро Так делаю Я потому Что Ну Просто Сейчас Помню Помню Чо я жал И Как бы Я еще К тому же Играю Поэтому Понимаю Вот Сделали Он Ну давай Попробуем Да Если все Таки Есть Чтобы Сейчас Заполнить Studio Vocals Ударов Ну Неважно 128 Какая Тональность 128 Но Это Тоже Не та Немножко Тем Но Вы Видите Мы Берем Что Есть Можно Другую Поискать Да Давай Другую Это Приелось Понятно А нету Мужского Вокала Ну Здесь Конкретно Женские Только Здесь Женские Давай Попробуем Си Бемоль Что Ли Да А Это Значит Нам Надо В ля Миноз Зафигачить Да Значит Вот Так Помимо Этого Скорость 138 Да Дофига Сейчас Замедлится Очень сильно Лёх Лёх Другой Наверное Ну Мы Его Замедлили Представьте С 138 До 107 Это Очень 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 Много Знаешь Вот еще Не знаю На мой слух Не хватает Каких-то еще Добавочных Аккордов Конечно Басец Какой-то Тоже Конечно У нас Баса Даже Нету Здесь Вообще В наличии Но Уже Звучит Прикольно Но Это Вы Я надеюсь Понимаете Как это Происходит Сейчас То есть Когда у У меня Есть Какая-то Хотя бы Идея Мне проще Но Вообще В целом Можно Конечно Посидеть Подумать Вот Но Я Вообще Знаете Как Придумываю Я Вообще Не за Компьютером Придумываю Я Сижу Просто И думаю То есть Не обязательно Сидеть Писать Чтобы Я Просто Мне Достаточно Посидеть 15 минут На диване И поприкидывать Без компьютера Даже Там Одну Ноту Можно Поменять Так Вот Здесь До Мажор Кстати В Гитаре Но Я Не буду Еще Искать Влом Хотя Можно Было Так До Мажор Да До Мажор Ладно Вот Так Фа 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 Соль Ля Это Что До Минор До Минор Чуть не вижу Мажора До Мажора А ты Листаешь Да Получается В библиотеке Да В той Папке Вот Сюда Втыкаем До Мажор Ну Это Выглядит Что Это Так Легко Но Реально Я Насобачился Уже Так Делать Поэтому Я Эти Гитары Собирал Сюда Можно Еще Гитары Всякие Загнать Вот Здесь Ну В нужный Момент Поменял Аккорд Можно Двух И тут Она Бум Запела Грубо говоря Через фишку Какую-то Ну Дальше Не вижу Смысла Доделывать Вот Мне Еще К сожалению Надо Бежать В Работу Ну Понятно Понятно Ну Ладно Тогда Возвращайся Я думаю Что Тема Я надеюсь Понравилась Да Тема Себя Не исчерпала Потому Что Ну Здесь Можно Сидеть Часами Мы Может Быть Посмотрим На Ажиотаж Если Будет Интересно Нашим Зрителям Возможно Потом Делаем Серия 2 Серия 3 И так Далее Продолжим Это Да Коммерческие Аккорды Да Потому Что Это На самом Деле Очень Нужная Важная Тема И Кстати По поводу Аккордов У нас Не знаю Леха Ты должен Знать Вроде У нас Там Есть Мустерка Да Вот И Миша На днях Писал Что Он Сейчас Уехал И Вроде С 15 Числа Возвращается Ну Вроде Как Пообещал Будем Продолжать Эту Рубрику Поэтому Ребята Если Кому То Что Не Понятно Я Предлагаю Вот Я Хотел Сказать Это Первое Что Надо Сделать Это Поиграть На Инструменте Вот Эти Аккорды Поискать Посмотреть Мустерку Проверить Как Это Все Работает Потому Так уж Ну Думать Как Например Делать Быстро Круто И Коммерчески Я бы Наверное Сел И Снял Бы Последовательности Аккордов По 4 штуки Фирменных Треков Вот Это Не Является Чем То Там Плагиативным Я не знаю Сотни треков На одних Аккордах Написано По крайней мере Чтоб Можно Было Услышать И подумать Надо ли Мне Поменять Как Аккорды Или нет Хотя Быра Я вообще Вот Собираюсь Записать Мотивы Известных Суперхитов В одной Тональности Чтобы Можно было Думать Ты Перелистал Пару мотивов Как бы И Тебе новая Какая-то идея Залетела Че нет Че такого То есть Я не использую Их в ноль Библиотеку Да Свою сделать Ну Небольшую Там на самом деле Как бы Ну обычно Я прям Конкретно Референс Слушаю И мне все Понятно Вот А так Если с нуля Писать треки И такое Тоже практикую И бывает Там могу Десяток треков Просто прослушать А так Если ты в проекте Миди закинул С хитовыми Мелодиями Вокальными Такими-сякими Тебе сразу Идея придет А давай Вот так Вот например Там аккорды Будут Все просто Ребят Ну что ж Я думаю Что здесь Можно остановиться Потому что Ну лёхе Надо уже бежать У него семья Делай Все такое А вот Я рад На самом деле Что ты у нас Сегодня Тоже был С такой важной Темой Вот Я думаю Что не менее Не менее Рады Наши зрители Вот Надеемся Лёху почаще Видеть Вот Я все-таки Тех, первую очередь Желаю работы Да Там Заработка Вот Но очень Хотелось Почаще Потому что Ты Блин Не исчерпаем Потому что Тебя Можно Не знать Вот Честно Я иногда Шутку Говорю Что Можно Грубо говоря Всех Вообще Гостей Не звать Тебя Я Рама Только Звать Грубо говоря Рама А разумов Нормально Придум Разумян Шутка Шутками Но у нас Много полезных На самом деле Ребят Мустерку Смотрите Да Обязательно Кстати Я вот Многим Тем Кто покупает Какие-то курсы У нас Я советую Потом еще В личке Пишу Чтобы Они Смотрели Твои Воссоздания Потому что Вот Тот Кладезь Знаний Который Ты Зато Долгое Время Дал Мне кажется Даже Посмотреть Хотя В этом Пять Видео Твоих По Воссозданию Уже Много Чему Можно Научиться Но опять же Не только Посмотреть Но еще И повторить Но это Важно Потому что Я сам Так делал Я жал На паузу И повторял Я правда Свои Воссоздания Запустил Один раз Думаю Ничего себе Как я быстро Мышкой щелкаю Это успевают Люди Вообще Было ощущение Что я быстро Как бы Слишком мышкой Двигаю Но По другому Не умею Все Леха Подбивайте И поддержите Просто реально Поддержите Даже если вы подписаны На музбизнес Или вы не любите Подписываться Вот прямо сейчас Если вам Хотя бы На 1% Если вам было Полезно Приятно Свою Видеть Нашего Леху Вот просто Поддержите Прямо сейчас Я буду Очень тоже Благодарен На нас Вы уже подписаны На Леху Поддержите Человек тоже Старается Это будет Дополнительной Мотивацией К тому Чтобы он чаще Появлялся Может быть Это психологический Момент Понимаете Вот как-то так Все Леха Тогда спасибо Всем спасибо Подписывайтесь на наш канал До свидания Ставьте лайки Поддержите наш проект И прямо сейчас Оформите подписку На наш канал И паблик Вконтакте